Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обозвал своих земляков отморозками, причем не где-то там в кулуарах это случилось, а прямо во время выступления главы региона перед ЗАГСобранием, когда чиновник презентовал народу бюджет на ближайшие три года. Вот ведь молодец мужик, ценит своих избирателей, кстати, знаете по какому поводу обозвал-то? А дело в том, что затеяли Тулеев со товарищей новый угольный разрез в области в эксплуатацию запускать, и так получилось, что разрез тут прямо с областным центром должен граничить. Ну, там угольная пыль, угроза онкозаболеваний и прочие прелести. И представляете, нашлись холопы, которым идея пришлась не по вкусу. Вот и сказал Тулеев все, что о них думает, хотя чему я удивляюсь, начинаем. Впрочем, престарелый губернатор Кузбасса не один такой. В плане глупостей и пошлых высказываний минувшая неделя вообще выдалась. Удивительный такое ощущение, что все хамы и сумасшедшие на этой планете одновременно получили некий сигнал из космоса. И давай как по команде нести херню, простите мне мое плохое знание иностранных языков, причем публично нести-то. На Украине в эфире Радио Свобода уважаемого вроде бы средства массовой информации отметился другой мутант. Такого наговорил, ну сами послушайте. Вы готовы резать русню? Не Путина. Готовы ли вы резать русского, который будет ломиться в ваш дом, понимая, что вы именно режете русню? Ответьте себе на этот вопрос, и вам сразу станет легче и понятнее. У меня вопрос к коллегам из Свободы. Вы что там белины объелись? Вы что в эфир-то даете? Или рейтинги уже настолько упали, что любое ГЭС годится для привлечения аудитории? Для меня такое поведение журналистов неприемлемо, и я считаю, что руководство радиостанции обязано принести извинения. Вот только не надо рассказывать сказки, мол, это же прямой эфир, что мы могли сделать? Я работал в прямом эфире, в том числе и на радио. Всегда можно в такой ситуации выкрутиться. Поставить заставку, отбивку, дать рекламу, перебить гостя, наконец. В данном же случае очевидно, что ведущие тупо решили хапнуть дешевой популярности, и от этого еще омерзительнее. Благодаря вот таким вот непрофессионалам народ теряет доверие, в том числе и ко мне. А это реальная журналистика, и сегодня о чудаках на букву М. Поехали! А вот этот опус ну реально умилил. Сразу оговорюсь, я не считаю, что данная статья проплачена. Просто, по всей видимости, автор небольшого ума человек, ну очень уж ему захотелось, чтобы заметили его там, где надо, и, возможно, подкинули деньжат в будущем. Расстрою вас, господин автор, не подкинут даже кремлевские политтехнологи, несмотря на то, что они кремлевские, не очень любят слабоумных. А теперь предлагаю пробежаться по данному бреду. Итак. Задумывались, как люди становятся этими либералами, ярыми противниками власти и русофобами. Как это выходит? Родился человек, учился, работал себе, и вдруг нати, ненавидит кровавый режим и презирает окружающее быдло. То есть он уже задан. Как люди становятся этими либералами? Во-первых, в строках своего письма спешу сообщить автору и его читателям. Либералы — это не ругательное слово, как вам кажется. Его корни уходят в латынь — свобода. Вот почти дословный перевод, соответственные значения. Но только в нашей стране почему-то ратовать за свободу граждан — это плохо, а вот власть с первых строк, пытается нам сказать об этом писатель, нужно любить, и если ты не любишь чиновников, ты русофоб. О как! Браво! Будешь отвечать за порядок. Вопросы есть? Нет. Господин назначил меня любимой женой! Продолжаем изучать пособия начинающего раба. Максимальное число недовольных находится среди всякой творческой интеллигенции. Территориально таких больше в Москве и Санкт-Петербурге. Казалось бы, парадокс. Все эти люди относительно богатые, но чем дальше в провинцию с низкими зарплатами, тем выше там поддержка Путина. Похоже, что дело-то не в бедности. Конечно, не в бедности. Просто в провинции людям слащие редьки ничего попробовать не позволяют. А вот те, кто отведали нормальной человеческой жизни, да, это жители крупных городов, да, это думающая публика. Так вот, они, по мнению автора, мутят воду. Его удивляют, что они недовольны чем-то. Ничего себе! Кости и объедки им не по вкусу, оказывается. А еще в заграницах, ведь они бывали, посмотрели, как там люди живут и захотели. Так же, ах, они мерзавцы! Кстати, знаете, одну из причин, почему после войны в лагеря в первую очередь отправляли именно представители интеллигенции? А потому что они прошли по Европе, освобождая ее от фашистов, и увидели, как эта самая Европа выглядит на самом деле, и насколько там все загнивает. А вот и отправили от греха. В места не столь отдаленные прошли десятилетия, а мы по-прежнему считаем вражинами тех, кто хочет просто почувствовать себя человеком, нежели богато, нечи привыкать, действительно. Глупостей в этом опусе еще много. Разумеется, автор не забыл посчитать деньги в карманах недовольных, а денег у них куры не клюют, и он это точно знает. Разумеется, что автор пришел к выводу, все эти деньги попали к либерально настроенным нашим соотечественникам через западные кошельки. Резюме. Настоящий патриот по-российски. Это завтрак на помойке и обожание чиновников, повторюсь. А вот иметь собственное мнение и жить как люди в великой и могучей могут хотеть только предатели. Ссылка на статью будет в описании к видео на ютубе. А мы продолжаем и предлагаю послушать еще одного Зощенко современности. Не может быть просто абстрактных призывов бороться с бедностью. Типа, вот давайте сделаем лучше экономику, и бедных будет меньше. Это, конечно, не так. Это абсолютно системная, конкретная работа, которая касается отдельных групп населения. Именно тех, кому нужно помогать. Вот в чем проблема нашей социальной системы? Она была и до сих пор остается. Она в этом смысле не вполне справедлива, потому что она размазывает все практически тонким слоем. И людям, у которых неплохие доходы, пособия какие-то положенные, и людям, у которых доходы совсем низкие, те же самые пособия. То есть понимаете, что происходит? 21 век на дворе. Война закончилась 72 года назад, а мы уже настолько доподнимались с колен, что вынуждены даже социально незащищенные группы граждан делить на подгруппы и определяться, кому из них необходимо помочь в первую очередь, а кто может и подождать еще. Прямо как в той поговорке про две стадии отсутствия денег. Первая, денег нет, и вторая, денег нет совсем. И вот те, у кого их просто нет, они как бы не в группе риска пока, а вот у вторых положение действительно аховое, и надо срочно хоть что-то с ними решать. По-моему, стыдоба нет. Это в самой-то богатой стране мира. А сейчас гвоздь программы. Павлу Степановичу Яковлевой 92 года. Он воевал танкистом на Первом Белорусском фронте под руководством Рокоссовского. Был ранен и контужен, является ветераном соцтруда, имеет множество медалей и орденов. Еще неделю назад сам передвигался, ходил в магазин, готовил. Но на днях подскользнулся, упал. Родные подумали, просто ушиб, но боль была невыносимой. Вызвали скорую. Две медсестры, вспоминая дочь фронтовика, несли отца на палантине. Приехали в 34-ю больницу. Ждали рентген два часа. При этом никаких обезболивающих никто не предложил. Вышли и сказали, перелом шейки бедра. Ну, мы думаем, сейчас заберут, там операцию будут делать. Нет, мы ничего не будем делать. Мы спрашиваем, почему? Да че он? Действительно, че ветерану помогать? 92 года человеку, много ли ему осталось? Или знаете, как мама моя любит шутить? Зачем обедать, если все равно потом в туалет идти? Причем, знаете, что самое забавное? А то, что медицина в нашей стране уже 26 лет, как не бесплатная, она у нас страховая. Хотя народу по-прежнему вбивают в голову именно на эту лажу, а халяве плиз да нет, господа. Мы за эту медицину дружно платим, а вот этот ветеран из Новосибирска заплатил самую высокую цену и ни одну за что, спрашивается. Представьте, вот ребенок чей-то бы умирал у родителей на глазах. Вот так у меня отец мой мучится, а я помочь ничем не могу. Ну что, поглажу, поцелую там, папочка, терпи. И все. Мы не будем писать запрос в региональное министерство здравоохранения. Какие там могут дать ответы на бессовестные отношения персонала 34-й больницы и лечащих терапевтов к ветерану войны и труда? К чему тогда пафосные слова чиновников о чутком отношении к фронтовикам, которых становится все меньше? Вы знаете, сегодня впервые в истории этой программы не будет никакого резюме выпуска. Мой коллега из Новосибирска сказал, все за меня и мне на самом деле нечего добавить. Могу только в очередной раз порадоваться за величие своей страны и за ее граждан. А это была реальная журналистика и сегодня вот так. На моей страничке в ютубе ссылка на нее прямо надо мной россказни о российском величии. Устанете удивляться, заходите, наслаждайтесь. На канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть что почитать, есть над чем задуматься. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем и обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока.